Метельдиущий Рундфунк, Германия Космодром Восточный превращается в черную дыру Метельдиущий Рундфунк, Германия 16 ноября 2019 года На космодроме Восточный, который должен был стать гордостью российской космической отрасли, никак не удается навести порядок Не утихает поток критики размахи коррупции на самой большой стройке России На этот раз возмутился сам Владимир Путин на заседании правительства В начале сентября 2019 года Владимир Путин посетил все еще строящийся космодром Восточный на Дальнем Востоке России После скандала в последних лет президент решил лично ознакомиться с ходом работы и сказал по окончании визита Что ожидает от российской корпорации по космической деятельности Роскосмос улучшение планирования и соблюдение всех намеченных сроков Владимир Путин ворует Но во время заседания правительства 11 ноября у него, судя по всему, окончательно лопнуло терпение По словам Путина, до сих пор так и не удалось навести на стройке порядок Сто раз сказано было, работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер Нет, воруют, сотнями миллионов, сотнями миллионов Наконец-то собственный космодром Когда в 2007 году началось планирование проекта Восточный, он должен был стать гордостью российской космической отрасли Наконец-то свой собственный космодром для ракет всех классов и для запусков как пилотируемых, так и автоматических космических кораблей Наконец-то можно будет не зависеть от построенного еще в советское время Байконура Который оказался за границами России в Казахстане и теперь доступен только за большие деньги Строительство началось в 2012 году До конца 2016 года все должно было быть готово Но проект не завершен до сих пор В январе 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев посетовал, что запланированный объект готов только на четверть 17 тысяч нарушений на стройке глядя на официальные цифры по мегапроекту Не приходится удивляться, что президент выразился так резко Еще год назад Генеральная прокуратура России сообщила, что с 2014 года на стройке зафиксировано 17 тысяч нарушений Что привело к возбуждению 140 уголовных дел, окончившихся в 32 случаях тюремными сроками Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сообщил после заседания правительства 91 миллиарда рублей, вложенных в проект Из них якобы 11 миллиардов, в пересчете около 156 миллионов евро, были похищены Шеф Роскосмоса отвергает обвинения на вопросы журналистов о резких словах президента Шеф Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил, что коррупция на Восточном – дело прошлое По его словам, работники, уличенные в преступных деяниях, уже давно в проекте не участвуют, а стройка ведется в строгом соответствии с предписаниями Рогозин был до 2011 года послом Российской Федерации при НАТО в Брюсселе, а в 2012 году его перевели в правительство в ранге вице-премьера, где в этом качестве он с самого начала несет ответственность за проект Восточный В 2018 году его назначили руководителем Роскосмоса В начале 2016 года Российское бюро организации Transparency International сообщило, что Рогозин с женой с конца 2013 года владеют квартирой площадью 346 квадратных метров в одном из престижных районов Москвы Стоимость квартиры оценивается в полмиллиарда рублей, или 11,1 миллиона евро При этом супруги, по их собственным данным, заработали в период с 2011 по 2014 годы всего 48,4 миллиона рублей Сам Рогозин отрицает любое участие в коррупционных аферах Коррупцией поражена вся российская экономика на одном ток-шоу на российском телеканале, где обсуждались высказывания Путина о Восточном Независимый эксперт в области авиации и космонавтики Вадим Лукашевич указал на системный характер коррупции Сегодня мы говорим о космодроме Восточный, потому что он олицетворяет собой нашу мечту Это наш национальный проект Но могу сказать, что во всей нашей космической отрасли та же ситуация Космическая отрасль – лишь одна из многих, часть нашей экономики, сказал эксперт далее А коррупция – опухоль, которая поразила всю нашу экономику С этой опухолью нужно бороться Но для этого нам нужны другая судебная система и другие законы Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...